Всем здравствуйте! У нас Суперфинал. Первая серия Best of 3. Сайфер против Кулера. И Кулер в данном случае из Венеров. И этот бой начинается на Блодране на сцене. Рейнджер на Рейнджер решили начать игроки. И Сайфер неожиданно играет здесь с Галеной. Не стал он брать Вайзера. Решил попробовать. Так, небольшая заминка. И мы возвращаемся снова в этот бой. Но здесь пока еще ничего интересного. Я думаю сейчас возможно будет битва за следующих Хэви Мег. Нет, это собственно прям за них. Нету разгана у Кулера до сих пор. И как-то не слышит он его брать. Поэтому ему тяжело стреляться на Хэви. Потому что, ну банально, не подрели от прыгающего соперника. И сейчас Кулер аккуратненько, аккуратненько, слушая соперника, просто уже верхом на этот Хэви заходит. Но вот сейчас, нет, опять Рейнджер не берет. Зайцы, как говорится, за двумя зайцами. И возможно у него сейчас это получится, но он бревается. У него Сайфер кулезло сейчас немножко оттуда. Главное, чтобы Рейл не попали. Итак, контрольная ракета. На случай, если Сайфер будет спрыгнуть вниз. Но в итоге, в итоге Сайфер эту ситуацию гораздо лучше отыграл. У него есть какой-то армор. Кулер сейчас будет маленький. И Сайфер урывается атаковать. Вообще не попал в гвозди кулер. Сайфер, я думаю, сейчас разыгранный. Будет он набирать первый фраг. Да, я думаю, он после матча с Сайфиком воспрял духом. И жаждет взять реванш и кулер. Напомню, если Сайфер выигрывает первую серию в Blast of 3, все равно это еще не победа. Ему нужно выиграть две таких серии. Но, соответственно, кулеру нужно две карты выигрывать подряд хотя бы в одной из этих серий. Ну что, первый раунд у нас немножко, естественно, затяжной. Потому что никто не спешит сейчас аркадничать. Но вот у кулера сейчас клач, у Сайфера клач. Как говорится, оставлен до лучших времен. И это уже для него преимущество. Но вот сейчас атака. Нет там сферы. 3 хп. И выбивает еще и клача Сайфер. И мы на него переключаемся, смотрим, сколько осталось. Но не очень много осталось. Скорее всего, он еще и оттечки какие-то взял. И у нас больше половины раунда позади. И пока, конечно... Ну, Сайфер явно посильнее выглядит. Сейчас, на самом деле, Антон вбивается в бой. Но утаскивает хэви. Еще и рейл, еще и рокин. Очень-очень тяжело там кулеру. Сейчас он точно думает не об атаке, а о том, как просто выжить. Ну, а Сайфер подъел все аптечки. Здесь еще две. И вот он уже готов к новой атаке. Да, у кулера там мега появилась. Но армора все равно очень мало. И Сайферу, на самом деле, полторы минуты спокойно отбегать. И раунд уже будет. Ну, вот он что, будет прыгать сферы? Нет, не стал, не стал. Ну, зачем? Вот, опять же, ну, сколько там времени? Посмотрите, минуты 20 сейчас. Резонно идти на этот хэви, ну, совершенно никакого. Потому что кулера не тот персонаж, которого стоит, вот, действительно бояться каких-то серьезных атак, атакующих действий. Да, вайзер, он может доставлять проблему своей просветкой и своими коварными рейлами, поджидающими такими. Но лезть с ним стреляться, ну, вот, правда. То есть, зоны было мало. Единственное, что сейчас, конечно, для Сайфера, у него персонаж еще один преимущественный. Поэтому, в принципе, ну, ничего он так сильно пока не потерял. 30 секунд, в принципе, еще спокойно может отбегать. Тот самый клатч, который он берег, сейчас ему, может быть, эти секунды и позволят отбегать. И, наверное, не упустит. Кулеру надо возобновлять просветку. Но нет, еще 10 секунд, я думаю, этот раунд, по-любому, за Сайфером. Тотовой и щит. Тут же он по первой же ракете кулера этот щит использует. И спокойно отбегает. Ну, хорошо. Когда преимущество, конечно, в два персонажа, это, в принципе, всегда тебе дает право на небольшую ошибку. И в этот раз обошлось. И 1-0. Счет у нас в Суперфинале открыт. Вайзер на Рейнджера. Старт от следующего раунда. На экране кулер, так как он последним у нас набирал фраг. Хотя и раунд проиграл. И сейчас, я думаю, будет подбор оружия и подготовку к следующим респаунам Мегахелса и Хейли. Кулер с его шафферил. Попал одну рельсу. Просвет раунду нету. Поэтому. Только гадать, что там Сайфер будет сейчас придумывать. Армор у нас чуть раньше. И еще один рейл. Но я бы не сказал, что Сайфер там стереться. Слишком. Как хочет этот рейл попасть кулер и попадает на 100. И вот сейчас уже проблема. Кулер даже не берет ракетницу и идет добивать. Пытается он максимум из этих попаданий извлечь. Но сколько прилетело в него. Все. Теперь надо уже думать о том, как выжить. Потому что Сайфер уже толще в два раза. Надо бы... Нет. Не хочет идти к ракете. Кулер хочет побороться за Хэви. Важный момент в том, что если сейчас этот Хэви отдать. Вот именно в атаке. Потом еще и саперных Мегу заберет. Поэтому кулер очень грамотно все сделал. Он не стал стреляться. Пошел через ракет. Во-первых взял наконец-то ракет. Отличный рейл. И потом спокойно взял Мегу. Потому что Сайфер естественно там тоже не стал бы атаковать слишком вероломно. Он аккуратненько выходил к этому Хэви. И тем самым позволил кулеру спокойно все съесть. Ну вот. Что за? Следующая перестрелка. Так скоро она будет. Но вот уже драка за Хэви. И успевает по идее кулер. Успевает на Мегу. Вот это уже хороший контроль. Так. У него из-под носа эту Мегу утащили с Ферой. А как кулер думал как он будет трейлить? Сайфер из просветки. В итоге у него еще Мегу утащили. Ну Сайфер конечно красавчик. Очень хорошо разобрался в ситуации. Рискнул с Ферой. Ему на самом деле сейчас. Но надо кулера давить. Надо рисковать. Потому что с Антоном играть в тактические игры очень тяжело. Он может. Мне кажется до бесконечности. Выдерживать момент. Но вот сейчас у нас фраг Сайфера. Мега который даже ему до максимума не дает здоровья. И надо драться с клочом кулера. Хорошо. Подождал пока возобновилась просветка. Пока не бережет. Потому что надо как-то эту атаку понять. Как будет именно кулач. И вот достаточно смелое решение. Прыгать вот так на этот хэви. Потому что было очевидно что кулач. Там уже и с армором и с щитом самое главное. Ну, не знаю, не знаю. Здесь вопрос как быстро кулер возобновить свой щит. 15 секунд ему надо продержаться. И уже можно будет драться с клочом на равных. Ну все, щит возобновился и вынуждает. Сейчас посмотрим чем это закончится. Ну вот кулер просто все идеально сделал. Вынудил сайфера щит потратить. Потому как тот не знал просто как долго осталось до обновления щита у кулера. В итоге Антон свой щит включил чуть позже. И просто сайфера перестрелял. И сейчас у кулера отличное преимущество. Вот опять же смотрите на время. Минута осталась. Есть щит у кулера. И он лезет воевать. Он все равно лезет воевать. Несмотря на то что у него сейчас совсем мало здоровья. Куда, куда, куда лезть за 50 секунд до конца раунда. С клочом, с щитом и с клочом полным здоровья. На ровном месте. Так вот просто отдавать персонажа. Когда не вакейп. Сейчас уже полминуты до конца раунда. И все преимущество. А тут еще и тотемчик. Тут еще и тотемчик и 2-0. Но опять же Антон спешит, спешит. То ли не следить за временем. То ли, не знаю, просто опасается атаки сайфера. Но вот в тот случай, когда не надо зажиматься. Но и не надо лезть лишний раз. Наражен и можно спокойно играть от времени. Потому что, ну окей, когда там первая, вторая минута. Хорошо, да. Понятное дело, что когда-нибудь тебя догонят. Даже клоча. Но вот за минуту до конца, ну... Я просто не представляю, чем можно выбить с этого манилгана. Клоча, который там стоит с щитом и с кучей армора. Ну, в общем, ладно, проехали. У нас уже полминуты следующего раунда. И сайфер ведет 2-0. Сайфер действительно сейчас будет играть гораздо агрессивнее. Потому что, ну... Терять ему, в принципе, нечего. Как минимум психологически, да. Он, я думаю, уже поражение в финале манилеров пережил. Как говорится, когда проигрываешь уже, бояться действительно нечего. Поэтому, я думаю, он сейчас более спокойно играет. Ну, и по счету видно, что, да, сайфер практически не ошибается. По крайней мере, тактически он все делает очень-очень грамотно. А вот Кулер иногда совершенно не чувствует времени. Ну, по крайней мере, вот уже на ЗТН-ах в матчах этих соперников мы вот вторую, похоже, оплошность видели, когда, ну, отбегать там несколько десятков секунд, все, раунд в кармане. Нет, 2-0. 2-0, и любая ошибка сейчас просто будет стоить карты Кулера. Хейфер у нас чуть раньше, и сайфер заранее уже прыгает на мегу. Не угадал он место, где находятся Кулеры. Кулеров не просто прогнал, а еще и взял эту мегу, и при этом не получил сам никакого демо. Сейчас, в принципе, Кулер может занять контроль, если он заранее придет на хэви, не в последний момент, и с какого-то удобного места, но вот здесь место не очень удобное. Все равно лезем, все равно лезет. Нет, на хэви не зайдет. Нет, зашел, зашел все-таки, протыковал. Сайфер, вот смотрите, опять, опять убирает агрессивно. 6 хп и мега под ним. И не попадает РЛ. Там у Кулера тоже совсем ничего не осталось. Сайфера, на самом деле, только мега спасла, поэтому вот так вот он с 6 хп спасся. Но все равно Сайфер, даже вот понимая, что если он сейчас кинет сферу на хэви армор, он понимает, что его сейчас там будут очень сильно демейджить. Нет, все равно, все равно не зажимается, и в итоге ему дает этот результат. Сейчас у нас будет, скорее всего, битва с клочом, надо не отдать слишком быстро. Но здесь, я думаю, да, здесь, я думаю, битвы с клочом не получится, потому что мы четко лоб в лоб. И что? Контратака плача Сайфера, хороший шафт, еще ракетка, но там щит все принимает на себя. Небольшой сплэш-рокет от потолочка. И для Кулера самое важное то, что он заставил Сайфера этот щит потратить. Ну, действительно, стоять там на море без щита можно было просто не достоять. В итоге у Кулера обновился щит. У Сайфера его пока нет. Правда, Сайфер при этом в несколько раз толще. Здесь уже просто зеркальная ситуация. Только из-за исключения того, что не дожидается Кулера этого Хэви. Ну, опять что, тактический просчет, потому что, ну, так вот стоять, рассчитывая на то, что Хэви вот появится, но это надо, не знаю, просто очень хороший тайминг этого армора иметь. Кулера, мне кажется, тайминга не было. И вот уже карта совсем повисла для Кулера, потому что осталось у нас 45 секунд. И у Сайфера толстый-толстый плач. И вот смотрите, что он будет делать. Нет, он атакует, но он при этом попадает. Он при этом все попадает. И остается почти 200 в сумме. И 3-0 первая карта в первой серии Best of 3. Ну, вот момент атаки, да, Сайфер сейчас тоже, опять же, мог не лезть в бой, но у него было гораздо более выгодное положение. Действительно, очень большой стэк. Он мог себе это позволить. И у нас вторая карта. ДМ-6. Начнется через 3. Начнем мы смотреть. Одназад Кулером. ДМ-6. Так, небольшие у нас подгрузки карты. Я думаю, через 5-10 секунд. Все пройдет, и все будет нормально. Вайзер на вайзер. Ну, а дальше клатч, клатч. Рейнджер, рейнджер. И, кстати, тут, ну, можно сказать, нестандартный пик Галены, который сделал Сайфер на затеяние. Он ему один раз-то и помог. Даже, фактически, и раунд один завершить в свою пользу удачно. Но вот сейчас, естественно, на ДМ-6 Галену практически никогда не берут. Здесь не такие закрытые участки. И тотемы гораздо более легко заметят. Поэтому здесь уже, наверное, стандартный для нынешнего патча в их чемпионс выбор персонажей. Это обязательно клатчи. Обязательно рейнджеры, чтобы с клатчами этими бороться или разрывать весь фермер, или от них умигать. И также вайзер, который просто очень-очень силен в этом патче. Силен он за счет того, что он может просвечивать уровень, включать роган, подзаряжать его до 100 единиц урона и вот так вот выходить рейддить. И иногда его по два раза за одно время использования обилити. Ну что, у нас первая перестрелка в пользу кулера завершилась, потому что Сайфер там еле-еле на самом деле ушел. И кулер пытается из этого что-то извлечь. И тут у нас был рейл, видимо, из просветки Сайфера, потому что уж очень он... Да-да-да, посмотрите, пошел отсчет времени следующей обилки, потому что такой прям выстрел был, ну, явно из волхака, так называемого. Именно так называют обилити вайзера, игроки в Куэйк. Кулер сейчас достаточно, достаточно себя некомфортно по армиру и по здоровью ощущает, поэтому не стал он бороться за хэви. Пошел спокойненько, низом отъел что-то для себя и, наверное, будет просто ждать. Потом у него обилити возобновится. Нет, Кулер Цайфер ворвался, это фраг. Это фраг, потому что кулер, ну, как-то прям замешкался. Не ожидал он такой быстрой атаки. Возможно, да-да-да, смотрите, опять идет отсчет времени обилити. Это была спланированная акция из обилити улетел Цайфер и просто Кулера там изничтожил. Ну что, Вайзер против Клоча слышит, мне кажется, соперник друг друга сейчас и вынуждает Цайфер соперника щит использовать и, по-моему, этот щит сейчас молоко. Ну, вот куда Цайфер-то бросается? Куда он бросается? Но я понимаю, 7 хп осталось и я не удивлюсь, если этот Клач не проживет и 10 секунд особенно ребята пока круглый везет, но хорошая ракета, еще в одну. Ну, Антон, отойди ты назад, встань ты в эту перемычку и терять, терять Клача обидно. и вот также достаточно стандартная ситуация, когда остается у одного персонажа один герой, у другого два, и у того, у кого два, еще и Клач, и вот, Цайферу здесь вообще не убивать, вот, просто уйти спокойно и что-то спушить. Маленький армур на третьем этаже, обязательно часы, чтобы возновить щит, сейчас будет еще пару часиков на мосту, и здесь еще, и щит уже возновился, правда, очень мало здоровья, потому что перед тем, как щит возновился, очень много прилетело демеджей, в итоге добил, добил Кулер, и вот так вот Цайфер уже как-то вальяжно все это подбирал, но и не выжил, потерял, на самом деле это не обязательно потому что не фраг, и все, с нуля начнем, так, 2 хп, ребята, 2 хп, уже Кулер удирает, Мега чуть раньше, нет, ошибаюсь, Хэгг чуть раньше, и это может быть даже позволит Кулеру и спастись, мало того, что он все птички съел, он сейчас еще и Мегу, ой, как как обидно свалился, но это просто фэйл, это фэйл, и сейчас прилетит рейл, потому что это стандартная позиция, когда соперник падает с Меги, уже заведенным рейлом, и просто прошивает насквозь этот нижний перидор вместе с соперником, 1-0, опять просто на ровном месте все, она кулера завершилась, клатч на клатч решили начать второй раунд, это достаточно интересно, как можно быстрее надо взять базу кулеркам, а после этого уже можно атаковать, на дробовиках, я думаю, здесь кулер не жилец, потому что попало, по-моему, все, что только вообще могло попасть, из-за этого очень силен дробовик в современных реалиях кулерчемпенца, особенно он жестко влетает в клатча, очень мало остается у сайфера здоровья, надо ему как-то не встречаться с кулером, потому что кулер уже несется убивать, убивать, 28 хп, еще и рейл, но вот жадность убила в данном случае, потому что не знал наверняка насколько там кулер раненый и сайфер стоял до последнего, чтобы подрылить, но у самого-то при этом совершенно не оставалось здоровья, две пульки из машинлянга и счет вот уже у нас снова ранен, вот так вот оба клатча у нас потеряны и вайзер на рейнджер и потом может быть наоборот, отлично рейл у сайфера совсем ничего не осталось и надо добивать, надо добивать даже не поможет здесь сфера, потому что на самом деле там лететь-то некуда в том месте с первого этажа это надо реновирус заранее и как в этот раз кулер распорядиться преимуществом не попадает на столбах снова мажет сайфер сайфер рана рана опять же потому что это дм6 здесь гораздо тяжелее обороняться по сравнению с затеном но вот так вот можно на миге держать на самом деле позицию и если вовремя и правильно просветку использовать в принципе можно все атаки пресекать но кулер вообще решил пойти в руки джампа в атаку так в общем теперь кулер агрессивно играет и на все ракеты напоролся взял пришел отдал персонажа сам просто у него не было настолько много стэка чтобы так вот прыгать за соперником подставляться под рот все все опять начинать с нуля по персонажам счет ничейный но собственно последние остались может быть даже и до овертайма дойдет вайзер теперь у сайфера ему может быть даже полегче никто ничего не попадает и просто я думаю соперники разойдутся потому что один съест армор второй съест отлично рейл врывается кулер еще один рокет кулера очень мало очень мало сайфер может рискнуть на самом деле или в телепорт попытаться зайти да так он и делает там два рейла еще постреляться можно совсем ничего у кулера сайфер уже по моему не знает как как ему добраться к сопернику потому что опа а вот вам привет от вайзера 2 0 и серия первая best of 3 может у нас через раунд завершиться через 3 2 1 раунд 3 в бой вайзер на рейнджер стартут персонажи сайфер у нас на экране пока подбирает пушки еще шафт и вот уже сфера новая возобновилась можно переключить на кулера во первых он здесь у нас сидит во вторых у него вайзера за него всегда интереснее наблюдать потому что он видит и знает чуть больше ну вот у нас попытка атаки нет разошлись разошлись каждый съел свое я думаю да надо из просветки что бы придумывать как минимум хотя бы один раз подрелить желательно на 100 хитпоинтов и после этого только можно конечно в какую-то аркаду пойти а пока просто держать позицию сейчас может быть встреча обмен пристельный хп сайфер гораздо толще будет он добивать неплохая первая ракета но вот очень неудачно вышел из этого телепорта кулер и вот он уже проигрывает и в третьем раунде есть у него клатч и тут же он врывается отличная фонратак обоим ой ой как не попал релата цаффер может ему это стоить фрага ну что ждем ответку мало очень у кулера здоровья естественно он секунды не проживет я думаю это будет фраг только чудо вынудил конечно он потратить соперника щит но фактически вообще ничего в ответ не нанес и опять и опять та же самая ситуация последний персонаж кулера у сайфера мало того что два у него есть клач у которого кстати через 2 секунды возобновится щит и можно просто нападать и первый best of one забирать мне кажется сейчас сайфер подумал что сейчас будет фраг после того попадания из рот гана нет кулера кстати еще еще борется нет не хватило здоровья но там совсем мало оставалось да 3-0 первая серия очень быстро завершилась и сейчас у нас будет вторая best of 3 можно сказать теперь соперники в равных условиях кто как говорится выиграет тот чемпион и снова здравствуйте и у нас начинается вторая серия best of 3 и снова те же карты по крайней мере первая карта также bloodrun начинаем из кулера и рейнджер на рейнджер сайфер уже с помощью своей сферы тащил мега хелс но кулер сферу бережет ну и более-менее спокойно взял армор и сейчас у него есть небольшое преимущество по стеку мега примерно на 4 секунды раньше и кулер решил к ней пораньше опять же прийти хорошая ракета хорошая ракета улетел сайфер в сторону ракетницы и кулер на контроле кулер на контроле надо из этого что-то ай попал в пол перед собой и в итоге сайферу позволил бежать отлично рейл там там очень мало сайфера он съест аптечки съест маленький армор аптечек по-моему нет но самое главное то что кулер может вот эту позицию держать и подбирать нет даже даже забил на мегу сейчас антон ради этого фрага отлично все просто идеально прочувствовал нужно как можно скорее обновить сферу потому что сейчас по-любому будет атака клоча на этой карте достаточно легко рейнджерам от клоча уходить здесь но если только не какой-нибудь честный забыток а вот такое какое-нибудь открытое пространство в районе три болта вот отсюда конечно сфера не уйти но кулер мне кажется будет ждать надо надо сферу немножко немножко так показалось в начале не туда сферу бросил но все обошлось щит клоча покрачен и теперь уже что кулер пошел ва-банк очень удачно пошел потому что ну что он там хотел сделать клач больше 100 хода так и остался кулер надеется за счет щита набрать фраг но пока вот не очень удачно так лежит херри все еще только что кулер сил не гуд да в итоге на самом деле атака получилась неудачная хороший хороший сейчас продемонстрировал сайфер нужно ему срочно подбирать часы чтобы щит озановить потому что кулер уже сейчас будет щитом здесь есть часики и клач на клач у нас собственно по одному персонажу игроки уже потеряли опять сайфер на обладране так у нас драка на щитах будет ли прыгать сайфер прыгает 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 хочет стреляться сколько гвоздей здесь просто одна пулька одна пулька нет есть аптечки я не понимаю как там так быстро все вошло но кулер просто идеально выманил соперника за угол и все гвозди попал это позволит ему сейчас установить контроль и собственно щиты как у обоих игроков возобновятся но сайфер будет практически без армора и без здоровья кулер и с мигой и с хэви и вот сейчас он этот хэви берет нужна ему атака срочно срочно догонять убивать ну не выживет не выживет сайфер здесь никак никак даже решил без базуки обойтись здесь кулер просто гвоздями но понимал что там клач совершенно никакой бегал после предыдущих перестрелок и вот смотрите сайфер опять на затене берет галену и надо опасаться ее тотемов вот один тотем уже лежит а вот сейчас при выходе силе просто повезло отличные ракеты надо надо атаку завершать надо брать этот раунд я что-то пропустил почему Антон у нас так быстро схлопнулся он же был по-моему в три раза толще ну вот на голену вот ее тотемы которые мало того что взрывают соперника они еще лечат самого персонажа вот сейчас сайфер берет взятием хэви опять мне кажется какое-то чудесное просто спасение сайфера в той ситуации конечно не хватает Антона на крови мне кажется очень часто он в таких важных ситуациях действительно отыгрывает не лучшим образом и неудивительно что в первой серии Бест оф 3 действительно счет просто разгромный у нас был сейчас кстати у нас все еще первый раунд и дело дошло до Саддэса драка за Мейбу еще он еще не нарыл их не бывало и тут же в ответ полетело его небольшое преимущество у кулера ну совсем небольшое хотя у него персонаж со 150 единиц здоровья поэтому сейчас чуть-чуть толще но здесь здесь сайфер конечно поспешил не знаю то ли он то ли ему не нравится в Саддэс длинно играть то ли он очень хотел взять но явно было ну кто вспомните Quake 3 Quake Life в этом месте не выходит просто не выходит уходит через шахт куда угодно но там никаких шансов в Quake Champions там немножко тяжелее попадать из Рокета именно потому что проходит чуть пошире повыше но все что можно мне кажется влетело из Рокета и очень важный на самом деле раунд для Антона в том числе и психологически потому что конечно ДМ6 он проиграл совершенно без шансов но это сейчас значение не имеет потому что серия началась с нуля и здесь также можно за каждый раунд бороться и ничего еще не потемнено вот сейчас отличный атак от сайфера надо убегать надо быстро быстро все отлично все аптеки подобрал не задел ракета видимо попала она в дальнюю стену но в любом случае кулер ненамного сейчас более и встреча надо уходить кулеру у него не хватает жизни на рейл но все равно все равно борется сейчас появится хэви через пару секунд я думаю потому что только недавно кулер здесь брал не хэви а маленький армор а хэви я сейчас думаю кулер не мечтает так конечно пытается и атака рейнджером удачная не знаю на самом деле для чего кулер туда вообще выходил потому что ну все лишь один маленький армор если уж играешь от обороны да я даю что-то вот сюда ходить пытается кулер сейчас так кулер здесь высказал некоторое возмущение событиями связанным с клочом что там у него произошло неудачно он реализовал щит но в принципе ничего страшного не произошло потому что щит у него сейчас возобновится новый но при этом сайфер конечно отвелся ого-го до хэви 15 секунд кулер тусуется на нет кулер все равно идет потому что сфера сайфер спасла до армора 2 секунды и сайфер уже смело смело на него прыгает да мало того что ведет щеки еще и вот так вот хорошо встал на контроль фактически клоча зажал на милгане сейчас еще будет прыжок и я думаю этот клоч уже не желез да но сейчас совсем все тяжело играть еще очень много 2 минуты на самом деле это целая вечность но проблема в том что у сайфера преимущество в 2 уже персонажа отличный 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 гвоздики отлично зашло ну что что сейчас танчик приедет и будет просто лезть на пролом и никуда от этого не деться очень смело кулер перебегает по уровню но не знаю не знаю что вообще сейчас предпринимать момент потому что здесь конечно будет очень тяжело до 11 готовьтесь к бой раунд начнется через 3 видно что конечно сайфер раунд чуть более количественно админирует а кулер какие-то у него всплески получаются но не хватает уверенности таких моментов когда на клочке надо набирать фраги ну вот пустую потратил щит и сейчас складча решил кулер начать не тянуть резину это значит даже если он наберет первый фраг тут же ему надо будет что-то придумать с рашским плачом то наверное сайфер возьмет его в ответ атака кулера ну да не очень не очень удачная сайфер живее всех живых врывается нет не стал до конца лезть действительно рисковать сейчас смысла нет никакого у кулера 10 секунд до возобновления щита я думаю до этого времени никуда высовываться точно не будет и подоль сайферу уже какой по счету главное это им съесть сейчас еще и будет мига но кулера все очень отличная ракета от кулера немножко сбил жора у сайфера и пока все еще кулер там зажимается на этом налгане пытается какие-то маленькие но сейчас он вышел пошел съел наверное сейчас съест еще не дают ему откидаться совершенно не дают и уже смели какой рокеджам неудачный надо убегать совсем ничего не осталось совсем ничего не осталось слышу как кулер расстраивается но надо ему собраться ничего не потеряно 1-1 но сейчас хорошо сейчас без шансов здесь сайфер ну просто задавил понимал что совсем ничего там в облачении осталось сблизился сферой и набрал фраг но по факту это просто всего лишь первая карта серия и никого сейчас нет такого преимущества кроме как психологического но уж кому кому как кулер своих противников пережидать я миллион раз это делал поэтому просто надо собраться и успокоиться пошли гвозди от кулера у самого там совсем ничего поэтому я думаю сайфер будет выпрыгивать хэви и не бояться да по контролю все идеально все идеально отлично рейл сбросили сайферу вниз потому что если бы он сблизился с соперником он бы скорее всего набрал бы еще один фраг снова рейл вот про что я говорил кулеру надо успокоиться и вот так вот как-то аккуратненько не получая дэмэдж в ответ пытаться соперника с контроля сбивать сейчас пулер немножко внимания посетитель блокнотож критина просит подойти к столу информация расположена на первом этаже сайфер продолжает играть очень агрессивно несмотря на то что соперник фактически держит его на мушке на хэви арморе все равно телепортируется туда сферой и снова по очереди съел и хэви и мега хэл сайфер ну действительно можно сказать что у нас минута осталась до конца раунда сайфер гораздо более атаку играет и опять он не забивает на мегу делает не телепорт и снова все съедает у кулера очень конечно мало шансов на то чтобы этот раунд вытащить 50 секунд может быть сейчас сайфер уже не будет особо лезть хотя посмотрим до армора 7 секунд нет выходит выходит кулер совсем рядом и там еще есть персонаж но потому как складывается этот раунд я не думаю что это будет иметь какое-то значение но сейчас уже конечно можно побегать сейчас рисковать смысла вообще никакого нет 15 секунд спокойно дотянуть ну и сайфер кстати особо и не боится ну опять же у него есть два персонажа в запасе поэтому все в порядке здесь я думаю Антон просто стоит да как мы видим этот раунд уже отдан и у нас ЗТН готовьтесь к бою уже в пользу начинался через 3 2 1 в бой ну что начинаем четвертый раунд сайфер на миге лежит пока хэви взял за соперник первая четверострелка я думаю я думаю действительно игроки но сайфер уже точно идет ва-банк потому что понимает он что что-то там у кулера не ладится много технических помарок тактические тоже просчеты сайфер конечно переигрывает сейчас соперники прежде всего ну вот сейчас перестрелка опять опять сайфер ну словно по часам и словно как на тренировке эти моменты отыгрывает забирает сначала хэви потом мигу причем каждый раз какой-то разный порядок в разные места летят эти сферы но не боится абсолютно ничего вот есть соперник там нет но мне надо сюда сферы прилететь и забрать и в итоге сейчас снова все съедает кулеру совершенно ничего не остается и опять и опять под ракету неважно 83 осталось да черт с ним главное ничего соперника не дать но вот сейчас смотрите кулер там распрял духу и несется 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 56 42 надо убивать надо уже убивать 9 хп но это просто кошмар при этом кулер это тоже что-то там в ответ прилетает поэтому но сейчас кулер все-таки съесть это мигу и будет он действительно достаточно толком и тут же рейл но только не делай роки джамп потому что надо надо успокоиться если мигу хочет еще в этом суперфинале побороться после одан и затен совсем тяжко карта висит на волоске 3 секунды до беги это мига решающий и вот такой красивый фраг я думаю морально очень болезненно по кулеру держит сайфер позицию пытается выманить клача на щит вернее пытается просто нанести максимальный демадж на безопасную дистанцию летели двое здесь ох вторая сфера подряд но после таких фрагов в кой клаве обычно дисконетится здесь надо идти в меню нажимать кнопку но да здесь 3-1 даже дисконет не понадобился возможно нас ждет последняя карта на сегодняшнем турнире и три карты подряд сайфер вытягивает в суперфинале вытягивает в смысле из озеров по игре конечно преимущество у него достаточно серьезное антону надо собраться ничего ничего еще не потеряно потому что надо зацепиться там здесь одну карту выиграть и все все нормально будет а там уж решающее там уж никто преимущества иметь не будет посмотрим что у нас будет второй карты на второй серии бестов 3 итак каран выбрал кто-то соперник полагаю кулер она эта карта у него достаточно сильно играна очень часто он ее забирает шуми пиков нужно немножко игре прогрузиться и быстрая перестрелка на х машинганах нет ну точнее кулер очень много попал в соперника хотя конечно там со стеком все еще в порядке на этой карте нет рунгана поэтому такие вот очереди и перестрелки на машинганах нормальные явления и очень часто соперники просто немножко попали и после этого расходятся хотя машинган 15 хп сейчас получается 120 за пару секунд снял кулер соперника подлог на джампаде еще еще очень попал но смотрите все равно сайфер достаточно нормально себя чувствует но явно не собирается на ровном месте фраг отдавать подобрал несколько аптечек и съел большой армон абсолютно равная ситуация даже не знаю то что кулер подавал мега но вот снова кулер получше получше здесь пропадает сайфер совсем дела плохи надо кулеру мне кажется сейчас но через низ тяжело будет заходить на хэви свалился он вниз ради того чтобы взять маленький армор и понял что уже конечно за хэви он не поборется это значит что сайфер опять сейчас будет как новый ну хорошо попал все что можно из крома шингана но если это не перешло во фраг как говорится что толку начало карт обычно всегда складывается все очень осторожно опять же первый фраг это еще психологический момент поэтому я думаю буду до последнего вот так вот тактические вот эти шаги перестрелки на дальние дистанции но ни в коем случае не сближение и не бег в атаку но вот сейчас сайфер мне кажется немножко это надоело и он сблизился с соперником сферой и набирает первый фраг кулер на клоча на нем и оставим не переключится у нас пов посмотрим что он придумает нужна ему сейчас как можно быстрее базука чтобы щит реализовать я думаю сейчас он будет строить свою атаку мало попадает и атака может сказать захлебнуть главное что не подробно лучить а вот сейчас уже пришлось потратить потому что а тут у нас сфера напомню что только что мы на блодране видели очень красивых сфер от цифера и продолжает имя попадать это говорит конечно об уверенности игрока потому что от кулера несмотря на то что он рейджем играет стабильно мы конечно таких давно не видели 1-0 в пользу белоруса да никак не может собраться но на самом деле может быть дело не в нем может быть сайфер очень уверенно себя чувствует и просто прет на пролом ничто его не смущает очень агрессивно играет и при этом конечно сейчас очень много в гвозе попал нет кулера можно продолжать за ним гоняться нужно пешать и я думаю к следующему армору сайфер просто на страйк туда залетит ну вот немножко атака затыгнулась и непонятно что кулер не упс этого я чувствую оттуда это должен быть фраг потому что сайфер был просто два раза позже но вот это то что сейчас сайфер мимо армора пролетел это ему может стоить не как ался да так и есть одна небольшая ошибка и уже несется и сфера уходят и теряет клача обидно обидно сайфер 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 в медиамаркте. В прошлом лет Кулер стал первым, а Сайфер вторым. Но сейчас немножко все складывается. И, ну, уже такие фраги пошли, конечно, совсем без борьбы. Совсем Антон опустил руки. 2-0. Надо, надо ему взбодриться, что-то сделать. Где-то зацепиться, где-то не лезть. Но очень тяжело. Сайфер очень быстро вот этот момент, когда появляется преимущество, чувствует хорошо и просто сближается к соперному саму. Он не ждет пока. Пойдет в атаку. Он или сферой, или чем-то еще. Сейчас прилично досталось Сайферу. Вот где Хавиамашинган бы затащил. Прослушаем уважное объявление и вернемся по шире. У нас Сайфер теряет клоча. Машинган сделал свое дело. И вот тот самый момент, когда просто надо этот раунд закончить без ошибок. Хорошая ракета. Здесь у Сайфер никаких шансов после этой ракеты нет, потому что она тут же сбила и Мунингер Хелс. Четыре минуты до конца. Что делать? Уже проблема. И Сайфер чувствует уже. Атакует. Это, кстати, давно мы не видели, что в своей просветке пользовался. Неплохие ракеты от Антона. Это, может быть, позволит ему разойтись с соперником. Да, Мига для него. У Сайфера Галину. И Сайфер ломится, мне кажется, сейчас просто во всех ситуациях. Он просто бежит вперед и может, конечно, он себе позволить этот раунд отдать. Но Акулеру надо, мне кажется, из этого извлекать дальнейшее преимущество, потому что в раунде очень легко. А для него завершился вопрос никаких персонажей. Старт, Вайзер. И неплохой Машинган. Сейчас Кувер продемонстрировал у Сайфера. Вся Мига куда-то улетучилась за буквально секунду. И нет у Сайфера ракетницы. Можно как-то на этом собирать. Есть зато вот такие вот кусачие гвозди и вроде бы не зайти. Не намного на самом деле сейчас Кувер толще Сайфера, поэтому он очень смело который-то идет в бой. по-моему, там залетела ракета на 100. Да, и вот-вот тот момент, когда надо додавить. Нету ракетницы, включают просветку и несется-несется добивать. Но как отлично Сайфа позицию выбрал. Так, надо убивать, надо убивать. Да, сейчас побежит Клач, но у Кулера это всего лишь будет первый персонаж и не так страшно. Главное хорошо отыграть. Но я бы не сказал, что это очень удачный гриб. Против Клача демедж вообще не нанес. Главное сейчас не отдать Мегу и как можно быстрее свою атаку построить. Для этого нужен Рокет и скатер Клача 28 секунд. Здесь будут часики, чуть раньше щит разогновиться, но полетела Сайфер в пропасть. Отличный подлов на шампоне и предлагаю переключиться на Кулера. Несмотря на то, что фраг он сейчас не набрал, сам себя Сайфер убил. Этим падением переключимся на Кулера, потому что он сейчас на контроле. Надо надеть, конечно, что есть тотем Галины. И по-моему там прилетел очень грамотно Сайфер бросил. Армор у нас раньше. Я не ужда Сайфер падешь. Нет, Сайфер бежит в атаку. Опять бежит. Бежит Нига. Кулер по-моему убьет. 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 Отличный кулер. Ну как много дэмэджа. Там Сайфер сам на последнее хп, но при этом все равно лезет. Все равно лезет даже в виде контрольной ракеты. Не боится. Последние персонажи. Кулер уже идет. Кулер помнит теперь, наверное, что хэви первый. забирает хэви. Отлично, отлично. Забирает хэви. И тут же сфера. Готовьтесь к бою. И 2-2. Ну, то, о чем я говорил. После 2-0 у кулера достаточно было. зацепился и уже все достаточно неплохо. Просто надо забирать карат и подальше у обоих игроков абсолютно равная ситуация. Но, как говорится, опять же, не будем забегать вперед. Смотрим за кулера, так как он собственно у нас два последних раунда выиграл. Пока такая драка на дистанции. Кулер включает первую шинган, но сколько в ответ он получил из шафта. Даже не стал рисковать сначала брать аптечки, потом мегахиллс. В итоге сейчас новой аптечки даже поверх лягут. Да, вот так чуть-чуть на... Ах, как, как, видно кулер свалился. На этот армор не послышал он. Не услышал скорее, что соперник поблизости и пока падал, там шафта уже точно на пол жизни вошло. Сколько гвоздей и атака очень неудачная клачем. Да, у Сайфера все тоже очень скромненько. взял аптеки взял один маленький армор. Плач даже может быть чуть-чуть потолще. Плач будет сейчас стоять ждать пока у него щит снова не обновится. Но дело в том, что надо ему сейчас в атаке постараться этот щит не потерять. Неужели отдаст мигу 10 на 13 остался. Но что дальше делать 33 секунды хорошо здесь 20 останется. Надо попытаться продержаться хотя бы чуть-чуть Сайфер дождался хорошая ракета бига для кулера. А вот он шанс. Нет. Но еще один персонаж остался. У кулера может быть это последний персонаж на сегодня. Меньше стало у Сайфера. И перехитрил Белорус Сайфер вытаскивает очень важный армор. меньше половины раунда нам играть и дождался Сайфер щита. Еле на самом деле оба ушли. Кулер уже подъел аптечке Сайфер тоже. И сейчас по идее отриспальнится верхней аптечке. Не думаю сейчас кто-то пойдет в бой. Сайфер по-любому нужно эти аптечки вверху взять. И конечно банально он просто ждет пока щит изобновится. а это будет через секунду. Полторы минуты отбегать и ну атакует атакует Сайфер и две отличные ракеты на 100. Ну что поздравляем Сайфера взял он реванш из-за поражение на прошлом помнили в Меллиамаркте летом и сегодня из лузеров сумел дважды кулера обыграть. Поздравляем Сайфера с первым местом кулера со вторым третьим у нас авик четвертый бейс нет четвертый агент пятый бейс в Меллиамаркте